Здравствуйте! Это программа Новости Дагестана. Меня зовут Фатима Буталибова и коротко о главном. Стрельба в городе средь бела дня. На проспекте Акушинского неизвестные обстреляли автомобиль, есть пострадавшим. Мы сейсматически сдаем кровь, потому что это является нашей гражданской обязанностью. И мы, как будущие врачи, на своем же примере должны показать всем людям, насколько это важно и что необходимо помогать людям хотя бы таким способом. Сдал кровь, спас жизни. В Махачкале прошла донорская акция в поддержку участников спецоперации в Украине. Подробности через несколько минут. Здесь, честно сказать, очень хорошая конкуренция. Здесь молодое поколение, которое уже наступает, хоть сам молодой, есть еще моложе ребята, которые мне наступают уже на ноги, которые вот-вот уже меня тоже начнут выигрывать. Вот в финале я боролся с своим братом Ахмадом, вот уже второй или третий раз не попадаюсь. Очень тяжелые схватки бывают с ним. Учеба спорту не помеха. В рамках проекта «Студенческая лига» в Каспийске определили лучших грэпплеров среди студентов дагестанских вузов. Имея очень много, практически более 800 культурно-иссерических объектов, мы в школах системы образования лишились предмета истории Дагестана. Это очень, в прямом смысле, опасная тенденция. Мы себя в группе бьем, что мы такие вот, такой край с глубокой историей, с глубоким наследием, и сами же с ними жуками уничтожаем все это. Исторический туризм в Дагестане. Особенности и перспективы. Круглый стол на эту тему прошел в Дагестанском гуманитарном институте. Стрельба в Махачкале на проспекте Акушинского. По предварительной версии, конфликт произошел между односельчанами. Неизвестные на трех машинах перекрыли дорогу 31-летнему мужчине на иномарке. Открыли по нему стрельбу из травматического оружия и скрыли с места происшествия. Пострадавший направлен в медучреждение. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры к задержанию подозреваемых в нападении. В Махачкале открыли Центр управления дорожным движением. Он будет специализироваться на эксплуатации и развитии интеллектуальной транспортной системы. Это должно помочь решить целый комплекс проблем, среди которых хаотичное движение на дорогах, многочасовые пробки и ДТП. Для работы в Центре подготовлено 4 специальных сотрудника. В режиме реального времени они будут контролировать загруженность улиц, управлять трафиком, выявлять и предотвращать потенциальные аварии. А также следить за качеством работы общественного транспорта. В республиканской станции «Переливание крови» прошла донорская акция в рамках поддержки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции в Украине. В мероприятии приняли участие молодежь из Дагестана и соседних республик. Тему продолжит Асиль Манабова. Донорская кровь лишней не бывает. В этом убежден Алисхан Халиков, студент 6 курса медицинского университета. В Махачкалу учиться он приехал из Ингышетии. Пока молодой человек еще не стал почетным донором России, но это дело времени. Сегодня он уже десятый раз дает кровь. Мы систематически сдаем кровь, потому что это является нашей гражданской обязанностью. И мы, как будущие врачи, на своем же примере должны показать остальным людям, насколько это важно и что необходимо помогать людям хотя бы таким способом. Всего в донорской акции поддержку российских военнослужащих приняли участие порядка 50 молодых человек. Это студенты разных вузов республики. На все вырученные средства от сдачи крови организаторы акции планируют приобретить детские книги для детей из Донецкой и Луганских народных республик. Такие мероприятия, на мой взгляд, являются объединяющими. То есть они объединяют молодежь не только нашей республики, не только СКФО, но и всей России. Благодаря таким мероприятиям мы становимся сплоченнее и сильнее. Ведь только вместе мы сила и в единстве наша сила. Республиканская станция переливания крови ежедневно занимается обеспечением всех медицинских организаций Дагестана компонентами крови. Как отмечают медики, в основном именно молодежь помогает им в этом направлении. Вот последний год, с того года, когда, я бы сказала, был объявлен год волонтера. Вот это так активизировали все волонтерские организации. Большое им спасибо. Их много. И в основном, конечно, это молодежь. И они очень активны. Они очень имеют свою гражданскую позицию. Они отзывчивые бы, я сказала, более. Поэтому они нас очень выручают. Вот когда мы к ним обращаемся, вот именно когда нам не хватает для пополнения запаса тех или иных групп, мы к ним обращаемся. И просим организовать нам, где большие акции, где небольшие. Донором крови может стать любой желающий. Достаточно при себе иметь паспорт. Перед процедурой необходимо заполнить специальную анкету и замерить давление. Как отмечают медики, одна донация может спасти три жизни. Асельман Аполлонур Магомед Магомедов. Новости ННТ. Махачкала. Более 200 человек из Кайкенского района приняли участие в акции поддержки членов семей военнослужащих. Мероприятие приурочили также к наступающему месяцу Рамадан. В Доме культуры села Новокайкент для гостей подготовили интересную программу со сценками, викторинами и подарками. Также для приглашенных звучали стихи и нашиды. Местное власть и духовенство выразили слова поддержки женам и матерям военных, принимающих участие в спецоперации вооруженных сил России на территории Украины. Инициатором мероприятия выступил Муфтият Республики. Исторический туризм в Дагестане. Особенности и перспектива. Круглый стол на эту тему прошел в Дагестанском гуманитарном институте. Обсудить актуальные вопросы собрались представители профильных ведомств, руководители турфирм и гиды. Организатором выступил Центр исторических исследований «Врата истории при ДГИ». Имея очень много, практически более 800 культурно-исторических объектов, мы в школах системы образования лишились предмета истории Дагестана. Это очень, в прямом смысле, опасная тенденция. Это позволит, скажем так, недоброжелателям вести наших подрастающих поколений в какое угодно русло, в том числе на радикальное. Ну, тематика, сама сфера туризма, она позитивная, но тем не менее, еще раз повторюсь, что надо кардинально менять, собственно, наше само концептуальное отношение народа, руководства вообще к нашему наследию. Вот мы себя грубьем, что мы такие вот, такой край с глубокой историей, с глубоким наследием, и сами же своими жуками уничтожаем все это. Поэтому надо обратить внимание на это и на образовательный процесс, и на непосредственно материально-духовное наше наследие, сохранять это все. Очень много безвозвратно исчезло памятника у нас в республике, и она дальше продолжается, и нет за ним контроля. Все туристические маршруты пролегают через селение, через кладбище, через исторические памятники. У нас нету отдельных таких туристических парков, отдельных и так далее, природных парков нет. Все через селы проходит, и там раздражать местных населений нельзя. Они, туристы тоже не приезжают для того, чтобы кому-то что-то доказать. Они приезжают отдыхать на свои деньги, отдохнуть, никого не раздражая, получить позитивные эмоции. Носители, скажем, другой культуры приезжают, хотят узнать эту культуру. Поэтому здесь возникают моменты, которые мы хотели бы снять именно через просвещение. Это направление хотели бы осветить здесь и предпринять какие-то шаги, в том числе и курсы повышения квалификации для этих, скажем, гидов, которые будут именно в направлении культурного, духовного наследия работать. Сплотить и объединить молодежь с Дагестаном. С такой целью в республике реализуется спортивный проект «Студенческая лига». Итоги первого сезона межвузовских турниров по грэпплингу подвели в Каспийске, где учатся самые лучшие мастера борьбы в партере, узнавали наши корреспонденты. Болевые приемы и удушающий захват и зрелищная борьба идет во всех финальных встречах. Цвета своих вузов защищают чемпионы мира и медалисты первенств России. Для первокурсника ДГИ Магомеда Шахбанова участие в студенческой лиге – это не только попытка выиграть очередной трофей, но и возможность поддержать свой институт. Здесь, честно сказать, очень хорошая конкуренция. Здесь молодое поколение, которое уже наступает, хоть сам молодой, есть еще моложе ребята, которые мне наступают уже на ноги, которые вот-вот уже меня тоже начнут выигрывать. Вот в финале боролся с своим братом Ахмадом, вот уже второй или третий раз не попадаюсь. Очень тяжелые схватки бывают с ним. Я рад представлять свой вуз ДГИ, Дагестанский гуманитарный институт. Огромная благодарность им. Возрождать студенческий спорт грэплеры из клуба Universal Fighters решили с родной и хорошо понятной для себя дисциплины. Основанное ими организация «Здоровое поколение» провела 10 отборочных турниров в разных вузах. Силы на предварительной стадии попробовали порядка тысячи студентов. Дворец спорта имени Али Алиева собрал самых лучших. Это наш первый год, когда мы проводим чемпионат. Надеемся, что он в дальнейшем будет еще больше набирать обороты и интерес повысить и со стороны вуза, и со стороны студентов. И мы тоже, в свою очередь, будем стараться улучшать качество турнира, качество призов. Здесь есть чемпионы мира, чемпионы Европы по грэпплингу. Поэтому здесь очень достойная конкуренция. Я думаю, одни из лучших в мире грэпплеров наши ребята, дагестанцы. Я слежу. Бывает, что даже на соревнованиях остаются, чтобы их соревнования посмотреть. Сам ходил даже к ним в зал. Необычно, конечно. Сами соревнования, как мы, ну, как наблюдаются, вообще все тихо, спокойно происходит. Не так, как у наших борцов. То есть дисциплина? Дисциплина, да. На высшем уровне. Спорт не мешает учебе, а наоборот прививает молодежи дисциплину и умение концентрироваться. В этом уверены организаторы. Идея проводить студенческие турниры пришлась по душе ректорам 10 учебных заведений. Руководители вузов приехали поддержать своих подопечных. Действительно, это очень хорошая идея, когда Министерство спорта обратилось к нам, давайте проведем такие чемпионаты по вузам и потом сделаем такой финальный турнир. Мы очень на ура это восприняли. Спорт, как вы знаете, это объединяющая сила всей нашей молодежи. И мы очень радуемся, когда наша молодежь занимается спортом именно. 200 человек было на отборочном чемпионате, да. Дети буквально, они горят этим видом спорта. Это очень хорошо, мне нравится, что мои дети вот такие. Мы радуемся, что вот такие студенты параллельно вместе с учебой, когда и тренируются, я думаю, это как телега с двумя колесами. Это идет быстрее, лучше и в одно направление идет. И я думаю, что год за годом география участников, она будет увеличиваться, увидев другие студенты, как проходят такой хороший красивый турнир. Здесь сегодня выступают эти ребята, братья. Это уже огромная работа, которая проделана. Это многочисленные дни тренировок, работы над собой. Поэтому я поздравляю с тем, что сегодня мы здесь и принимаем это участие. Победа или же проигрыш. Все по воле Всевышнего Аллаха. И знаете, что сегодня важно? Как бы человек ни тренировался, что бы ни делал, то, что ему суждено здесь случиться, оно случится. Самое важное, наша реакция на то, с чем мы столкнемся сегодня. Если я победил и стал чемпионом, я буду говорить, аль-хамду лиллах, фала Аллаху. А если я проиграю, что я буду говорить? Тоже, если человек, даже тогда, когда проиграл, сможет сказать, аль-хамду лиллах, это очень большая работа над собой. И это проигрыш, он должен человека стимулировать, поработать, доработать свои ошибки. И стать еще лучше. Поэтому здесь, как было сказано Гайдарбекам, очень важно, независимо от того, чемпион ты или нет, очень важно стать человеком. Чтобы человек стал человеком, Всевышний отправил и пророков, посланников, и священные писания, руководствуясь которыми, человек становится на самом деле человеком. Вспоминается невольно такое школьное время, когда был свидетелем таких турниров по вольной борьбе. В свое уже студенческое время не получилось застать таких турниров, они как-то канули туда, в прошлое. И вот сейчас, вновь даже смотрел, пока многие из вас боролись, ребята, эти моменты всплывают. И хотелось бы, чтобы такой формат турниров стал традиционным в нашей республике, хотя бы в нашей республике. Дагестан опять стал первопроходцем в этой области среди гребблеров. Да, первые, наверное, запустили такую печь, только в Дагестане. И это очень приятно. Да, может быть, число участников сейчас не настолько велико, но я думаю, что из года в год это число будет пополняться. Еще раз отдельно хотелось бы поблагодарить организаторов, а также тех, кто содействовал в организации этого мероприятия. Побед вам! Саламу алейкум! Сильнейших спортсмены определили в семи весовых категориях. По количеству наград лучшими признаны студенты правовой академии. Вторыми идут спортсмены из Исламского университета, а замыкает тройку призеров Дагестанский гуманитарный институт. Медалисты получили денежные премии, а также другие награды из рук именитых спортсменов. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. И на сегодня это все. Смотрите нас также в социальных сетях ВКонтакте и Яндекс.Дзен. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok